Итак, дорогие зрители, мы с вами в студии программы «Подробности». Рядом с нами Александр Николаевич Шерин, руководитель фракции ЛДПР в Рязанской областной думе. Александр Николаевич, мы с вами встречаемся, ну, можно сказать, в преддверии до 2 июня. Это дата знаменательная, печально может быть знаменательная для всей нашей страны, если не сказать для всего мира. Начало войны. Вот вы как офицер, как человек с активнейшей, я бы так сказал, жизненной позицией, что вы можете сейчас сказать вот об этом, может быть, в свете последних событий, которые происходят в Украине? Ну, я приветствую телезрителей. Здравствуйте, Петр. Ну, хочется что сказать. Как вы правильно сказали, для всего мира это значимое событие. Ну, я думаю, что, наверное, единственная страна, держава в мире осталась, это Российская Федерация, которая действительно адекватно воспринимает этот день. И мы носители этой памяти. Много всегда говорится и о почете ветерана Великой Отечественной войны, и о том, что было сделано нашей страной для сохранения мира на планете. И мы помним, что присоединились в самый последний момент наши уважаемые союзники. У нас всегда у Российской Федерации и у Советского Союза союзники появлялись тогда, когда им было выгодно. Сегодня, по-моему, весь мир сошел с ума. Все все забыли. Наша страна несет очень главную миссию напоминать об этом страшном событии. Мы должны чтить память всех тех, кто принял такой тяжелейший удар в те годы, в эти дни. И мы должны делать выводы. И никогда мы не забудем того, кто на нас напал. Мы никогда не забудем того, кто единственный в мире применил ядерное оружие. Как уже говорил президент Владимир Владимирович Путин, не надо забывать, что в Соединенных Штатах Америки единственная страна, которая применила ядерное оружие. Поэтому сегодня в современной ситуации мы, конечно, занимаем позицию, которая бы сохраняла жизнь и здоровье наших граждан, наших солдат. Но сегодня, как и тогда, когда одна страна, фашистская Германия, практически истребляя население тех стран, в которые входили их войска, завоялась в новую и новую территорию. Сегодня на Украине мы видим, что происходят события следующего плана. Территория Украины, граничащая с Российской Федерацией и исконно входившая в состав Российской империи в те времена, когда в Советском Союзе у нас руководство менялось, и кто-то пытался этот статус использовать для того, чтобы, допустим, часть Осетии присоединить к Грузии. Сегодня на эту тему конфликты происходят. Кто-то воспользовался тем, чтобы часть территории Российской Федерации присоединить, увеличить территорию Украины. Вот сегодня события показывают о том, что территория Юго-Востока Украины, населенная в основном исконно русскими, которые там проживали, и не в одном поколении, она сегодня просто выдавливается. И это очень выгодно Соединенным Штатам Америки, это выгодно Западу, который пляшет под дудку Соединенных Штатов Америки, и постоянно нашу страну провоцирует. Я думаю, что у нас не было тогда выбора в далеком 41-м, и который стал сегодня для нас таким близким в эти события. Нам необходимо было оборонять нашу территорию, наступать. И вот я думаю, что сегодня события показывают, что, наверное, такую же жесткую позицию, которую наш президент занял в Крыму, по вопросу с Крымом, надо и сегодня занимать, мы не будем хорошими для них никогда. Всегда найдется повод для того, чтобы нас раскритиковать. И я думаю, что те действия, которые Соединенные Штаты Америки проводят на сирийском пространстве, те действия, которые они проводили в Египте, Ливии, исключительно в интересах своей страны и почему-то на другой части планеты Земля, лезут во все континенты, и потеряли страх настолько, что уже не скрывают о том, что против наших соотечественников происходит геноцид, истребление русского населения, делают специально, чтобы мирное население бежало с территории, будут бомбить вновь образованные государства, скажем так, как, к сожалению, не признанные Луганские народные и Донецкие народные республики. Это все делается для того, чтобы люди просто покинули эту территорию. Задача перед ними не стоит восстановить какой-то порядок, справедливость. Это когда грабят, убивают, воруют людей, то тогда, да, наводится порядок. А когда люди единогласно проголосовали о самоопределении, просто сегодня делают так, чтобы они покинули эту территорию. Их просто оттуда выживают. Но я боюсь, что если мы будем и впредь занимать такую позицию, ну, не вмешательскую, то, соответственно, мы можем дать повод на более наглое, откровенное действие в интересах нашей страны. Вот что происходило накануне 1941 года, когда фашистская Германия творила в Восточной Европе все, что хотела, и нам тоже не особо хотелось вмешиваться, потому что есть интересы. В первую очередь, любое государство, Российская Федерация на сегодняшний момент, боязни никакой нет. Государство не ввязывается в войну только для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Любая война – это потери, это затраты. Но когда уже доходит до определенной капли терпения, когда президента нашей страны в нецензурной форме на весь мир оскорбляют, когда забрасывать начинают наши посольства и гравить автомобили наших сотрудников посольства, ну мы же не можем докатиться до того, что с нашим посольством произойдет, что и произошло с Дома профсоюза в Одессе. Тогда будет уже поздно. Вот как объявила бесполетную зону воздушную над Ливией Америка, и как начала бомбить так называемых, по их мнению, незаконные формирования, а именно вооруженные силы Ливии, я думаю, что сегодня Российской Федерации уже пришло время это заявить и сделать. Я думаю, что граждан, которые сегодня не считают себя гражданами Украины и обращают взор на Российскую Федерацию, необходимо поддержать. А то нам кажется, что некогда братская армия Украины при поддержке наемников-головорезов, говорящих на английском языке и на многих других языках мира, уже что-то немножечко они начали путать, видимо. Вот откровенно говоря, они, наверное, что-то забыли. И мы-то помним про бандеровские подразделения. И всегда нас учили в школе, и всегда мы думали о том, что это Белоруссия, Украина, Россия – это вот три брата равноправных, славяне. Оказывается, у нас остался действительно настоящий, один надежный, преданный брат – это Белоруссия, который приняли тогда, возвращаясь к этой дате, в 41-м, на себя основной удар. Да, первая, да. Тысячи, сотни тысяч заживо сожженных, уничтоженных жителей Белоруссии, они, как и граждане, жители Российской Федерации, всю боль фашистской оккупации прочувствовали. Поэтому сегодня они себя ведут достойно, как братья. Мы должны защищать интересы действительно братских, проверенных народов временами и обстоятельствами. И, наверное, нужно кому-то показать уже, что мы способны защитить граждан Российской Федерации в любой части мира. Потому что уверен, что если мы боимся потерять какие-то экономические свои позиции, то мы их уже сегодня теряем. Западу нужно показать, с кем они должны развивать экономические отношения, что они должны инвестировать в Российскую Федерацию. Вот порой наша такая уступчивая, возможно, где-то позиция, она навевает Западу определенные опасения, что, может быть, не стоит с Российской Федерацией действительно налаживать долгосрочные экономические отношения, потому что здесь может вмешаться Америка, и мы понесем большие потери. Я имею в виду со стороны западных предпринимателей. Мы сегодня уже на себе начинаем это чувствовать. То, что боязнь инвестировать в экономику Российской Федерации и вливание дополнительных денежных средств со стороны Запада. Наша экономика никогда особо не зависела от американской экономики. Это страна, которая в долговой яме сама сидит. Америка неплохо поднялась в экономическом плане на нашей трагедии, когда торговала с нами оружием и медикаментами, продуктами питания во время Великой Отечественной войны. Они когда смогли, да, они что смогли, если этого заработали. Это позиция американцев в любом мировом военном конфликте. Они сначала что могут, заработают, и никогда никакую помощь они никому бесплатно не оказывают. То есть, Украина уже сегодня платит и будет потом платить, и Запад будет платить Америке. То есть, с этими товарищами дел иметь на братских взаимовыгодных отношениях не получится никогда. Они всегда найдут, где обмануть. Поэтому нам нужно показать Западу, что мы способны адекватно отвечать на любые вызовы Соединенных Штатов Америки. И мы сегодня это можем сделать. Ну что ж, большое спасибо вам, Александр Николаевич. Ваша позиция, ваш взгляд на вещи нам понятен. Я думаю, что многие-многие россияне разделяют ее. Ну, теперь что же, будем ждать, как развиваются события. Будем ждать активного и в то же время законного ответа, адекватного ответа нашей российской стороны на то, что происходит. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова